Время новостей В Забайкальском крае назначили в Рио губернатора. Им стал Александр Осипов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Накануне поздно вечером он провел рабочую встречу с Осиповым и обсудил основные параметры развития региона. В качестве основных направлений работы, назначенный временно исполняющим обязанности, губернатора назвал развитие крупных предприятий региона. Мы начинаем блок новостей Бурятии. ЧП поселкового масштаба. Из-за скачка напряжения жители целой улицы Садового товарищества лишились всей бытовой техники. Они уже не первый год терпят энергетическое бедствие. Кого винят и кто возместит ущерб, выяснял Илья Бельков. На грани трагедии. Целая улица в СНТ-Строитель оказалась в шаге от крупного пожара. Накануне там произошел скачок электроэнергии, в результате которого в восьми домах сгорела вся бытовая техника. В первую очередь у нас пострадало интернет-оборудование. Задымило сразу оно, получается, и сгорело. Здесь еще один датчик стоял. Вот этот датчик он задымил, щелкнул что-то в нем. Я не знаю, хорошо что дома было, а можно и до пожара можно было довести. Жильцы СНТ говорят, что отделались малой кровью. Могло быть гораздо хуже. Почти все остались без бытовой техники первой необходимости. Все в один момент начало вспыхивать, взрываться. Пошел дым. У меня еще зарядное устройство вообще разорвало его. Вот так пополам разлетелся он. Спытный прыжок был. У людей даже сгорали чайники, подпрыгивали на метр. Лампочки взрывались. Вот у меня все, вот оно вот это сгорело. И денег на восстановление у меня тоже нету, чтобы даже элементарно предъявить им акт. А винят во всех бедах председатели СНТ. Мол, человек никак не хочет работать и создавать нормальные условия для жизни. Однако оказалось не все так просто. Входим в Роспотребнадзор, пишем заявление в прокуратуру. Я что могу? Только бегать ногами, писать заявление, просить инвестиционной системы что-то помочь нам с заявлением хозяев и устранением каких-то недостатков. Председатель бы и рад стараться, чтобы помочь своим соседям. Душа болит. Но дыма без огня не бывает. Садоводческому товариществу попросту не хватает денег. Ну какие-то взносы платит кто-то вообще? Кто-то платит. Кто-то платит, но этих денег хватает на освещение. Ну что-то делаем, естественно делаем. Какие-то определенные суммы приходятся. Но сейчас на данный момент садоводы должны в косу садоводства. Порядка полтора миллиона рублей. Или бы эти деньги поступили, тут дороги были бы гладенькие, можно было аэродром построить даже. Нет этих денег, платить не хотят. Я что, должен кредит взять пойти, чтобы сделать эти дороги? А потом еще опять ходить выбивать эти деньги? Печальный быт в СНТ-строитель существует уже давно. Электроопоры вот-вот свалятся, провода и вовсе недостаточного сечения. Изначально за электроэнергию отвечала компания «Энергосети». Потом банкротство и новый хозяин. И теперь оказалось так, что электроопоры принадлежат одним, провода другим, а платят за электроэнергию третьим лицам. Чтобы разобраться в паутине взаимоотношения, мы обратились в Улан-Удэ-Энерго. В рамках нашего обследования мы оценили сумму ремонта на порядка 5 миллионов рублей. То есть все сети, можно сказать, 100% необходимо там заменить и отремонтировать. Поэтому сейчас нами вынесено это предложение в городской хозяйственной комитетом управления имуществом. Предварительно одобрение мы получили уже. То есть приступать к работам будем в начале 2019 года. Теперь пострадавшим жителям СНТ «Строитель» предстоит собрать заключение экспертов, сгоревшую технику, силу воли и звонить в компанию «Читай-Энергосбыт». Именно там должны возместить ущерб горожанам. Илья Бельков, Александр Лупсанов, Андрей Дармаев. Середина земли. Бурятия. Справляется с мусором своими силами. Речь о героях следующего сюжета. Впрочем, героями они себя не считают. Говорят, подвигов не совершают. Просто добровольцы. В какой части города на этот раз высадился трудовой десант, чтобы навести порядок, расскажут мои коллеги в Бурятии. Убрать листья, подмести дорожки, вывести мусор. В Центре социального обслуживания «Доверие» экологическая акция в самом разгаре. Девчонкам этим вам всем благодарность. Пожалуйста, очень большое. Это откуда девочки? Действительно, а кто они, эти творцы добрых дел? Меня так воспитали родители. Всегда помогать старшим людям. С детства приучали. С этим надо помочь, с этим надо помочь. Постепенно получилось, что я вижу, что человек нуждается в помощи. И всегда иду на помощь. А может лопаты? Давай. Давай лопаты. Потому что там очень тепло было. Я говорю, что очень много. Завтра в 3 часа состоится акция помощи в уборке территории Центра социального обслуживания, доверие, находящийся по адресу Мокрова 20 и так далее. В ВКонтакте у нас существует группа, наш добровольческий отряд «Острог». К нам поступает, допустим, заявка от какого-либо центра пребывания или дома престарелых. Приходит заявка. Такое-такое-то количество нужно на, допустим, на такое-то число. И мы собираемся, отписываются те люди, которые могут, и это определенное количество, выезжаем на место. Студенты вузов и СУЗов – ребята с активной жизненной позицией, те, кому не все равно. Это городской отряд добровольцев «Острог». Он образовался совсем недавно благодаря молодежному проекту «Добрые дела любимому городу». С сентября в их копилке – облагораживание города, честование пожилых людей и ветеранов. Ежегодно в администрации города в рамках месячника пожилого человека проводится акция «Помоги тому, кто рядом» по оказанию помощи пожилым людям и людям, попавшим в жизнь в ситуацию, именно в решении бытовых проблем. То есть это уборка территории, уборка дома, мытье окон, колка дров. Акция проходит ежегодно два раза – весной и осенью. У «Добрых дел» нет дат и сроков, уверены они, а потому, несмотря на промозглую погоду, сегодня волонтеры готовы оказаться там, где их рук и теплоты сердец так не хватает. Мы же безвозмездная работа делаем. И нам приятно, и другим приятно, что больше надо – ничего. То есть если вас не похвалят? Ну, конечно, можно похвалить. В Забайкалье стартовал второй региональный чемпионат профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья – «Обилимпикс». Участие в нем принимают воспитанники специальных коррекционных школ, студенты учреждений среднего профессионального и высшего образования и работающие специалисты с ограниченными возможностями здоровья. Все подробности далее. В этом году региональный чемпионат «Обилимпикс» проходит по 10 компетенциям – бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, художественное вышивание для школьников. Для студентов и работающих специалистов – поварское дело, облицовка плиткой, массажист, медицинский и социальный уход, разработка программного обеспечения – портной. В чемпионате принимают участие 60 человек. В нашем образовательном учреждении на сегодняшний день проходит очень знаменательное событие для всего Забайкальского края. Мы проводим в течение всей недели с 22 по 26 октября второй региональный чемпионат «Профессиональный Обилимпикс». В прошлом году первый региональный чемпионат также состоялся на базе нашего образовательного учреждения, и наши студенты достойно защищали честь Забайкальского края на третьем национальном чемпионате в городе Москве, где наша девушка заняла первое место по России в номинации «Бисероплетение». Достойно выступили также строители в номинации «Облицовка плиткой» и хорошо себя показали наши повара в номинации «Поварское тело». По компетенции разработка программного обеспечения в чемпионате принимают участие пятеро студентов. Сергей учится на первом курсе, он ничего не видит, но при этом уже сам обучает людей и работает по специальности, используя специальные программы. Создаю некоторые формы и поля для того, чтобы в дальнейшем это использовать на сайте, где будет уже использоваться обычный пользователь. Есть поля, где нужно сбивать не цифры, а буквы, и надо поставить защиту, чтобы программа не давала сбой при вот этих маленьких нюансах, то, что где должны быть цифры вписаны, там должны быть цифры вписаны. Если будет введена буква, значит это уже неверно. В прошлом году к участию допускались только люди с инвалидностью. В 2018-м круг участников расширен. Соревнуются и люди, имеющие ограничения по здоровью. Например, в компетенции портной для участия заявились только студентки с ОВЗ. А вот в компетенции облицовка плиткой трое из пяти участников имеют инвалидность. Работа ему нравится, но маленько тяжеловато. Но это для него начало. Обучение год один месяц. Скажите, пожалуйста, что в результате должно получиться? В результате будет, он говорит, Кремль, Москва. Подобные мероприятия позволяют людям с инвалидностью не только почувствовать себя полноценными членами общества по программе «Доступная среда», но и найти работу. Эксперты и члены жюри на площадках являются потенциальными работодателями и готовы принять к себе в организации участников чемпионата. И коротко о других заметных новостях соседей при Ангаре. Экс-глава Бурятии, сенатор от Республики Вячеслав Наговицын получил новую должность. Теперь он будет представлять интересы Совета Федерации в правительстве России. Его кандидатуру на пост утвердили единогласно. Прежде этот пост занимал сенатор от Ингушетии Мухарбек Дедигов. Первый Забайкальский социальный форум посвятят проблемам здравоохранения. Участники обсудят развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Также особое внимание уделят борьбе с онкозаболеваниями и болезнями сердечно-сосудистой системы. По словам министра здравоохранения региона Сергея Давыдова, уже разработаны паспорта проектов для реализации в Забайкалье. На эти цели потребуется 11,5 миллионов рублей. Хэллоуин запретили отмечать в частных и государственных школах Монголии. Эту меру объяснили жалобами родителей. Соответствующий документ подписали в Министерстве образования, культуры, науки и спорта страны. В Монголии этот праздник отмечать начали в 90-х годах прошлого века. Далее в программе другие новости соседних стран. Мы переходим к новостям Китая. Открытие моста стимулирует и развитие внутреннего туризма. Выиграет от этого прежде всего Аумэнь, особый административный район Китая, известный как Лас-Вегас Востока. Знаменит он не только казино, но и колониальной архитектурой, а также традиционной португальской кухней. Ростур потока годами сдерживал транспортный вопрос. Между Сянганом и Аумэнем всего 70 километров, но преодолеть до сих пор можно было только по морю или по воздуху. С запуском движения по мосту эта проблема навсегда останется в прошлом. Открытый порт и восточный Лас-Вегас. Здание казино Аумэня способно удивить и видавших виды туристов. Тяжеловес мировой и горной индустрии привлекает гостей не только возможностью сорвать большой куш, но и уникальной для Азии архитектурой, а также десятками крупных торговых центров. Тур поток растет из года в год. На сегодняшний день количество туристов примерно на 8% превышает показатели 2017-го, поэтому к концу года мы рассчитываем принять 35 миллионов гостей. Новый мост мы считаем очень важным элементом инфраструктуры, связующим звеном между Аумэнем и остальным миром. Наш аэропорт может обслуживать только региональные рейсы, и нам срочно нужен выход на другие воздушные гавани. Доступ к Сянганскому аэропорту решает эту проблему. 55-километровый мост, поставивший сразу несколько мировых рекордов, выведет транспортную взаимосвязанность региона на качественно новый уровень. Для туристов и бизнесменов это возможность легко и быстро добраться в Сянган или Аумэнь, не выстаивая очереди на паром. «Мы планируем провести следующий отпуск в Сянгане, но моих родителей укачивает на воде, так что паром для нас не лучший вариант. Когда полностью откроют мост, мы сможем добраться туда автобусом». «Будет очень удобно ездить в Аумэнь в своей машине по этому мосту». Начало движения по новому мосту позволит сократить время перемещения между тремя городами до 30 минут. К тому же, в отличие от зависимого от погоды парома, мост будет доступен в любой сезон и любую погоду. В китайской столице проходит Пекинский музыкальный фестиваль. Тема этого года звучит символично – 21-я заря новой эры. На серии тематических концертов легенды классической музыки из США, Великобритании, Польши и Австрии презентуют свои лучшие репертуары. С особым успехом прошел вечер в честь столетия покойного американского дирижера, композитора и педагога Леонарда Бернштейна. Тему продолжит материал моих коллег. В этом году организаторы Пекинского музыкального фестиваля поставили перед собой задачу просветительскую – познакомить зрителей с ключевыми сюжетами китайской истории. На первый взгляд, миссия рассказать о периоде создания КНР и основных реформах исключительно средствами искусства звучит слишком амбициозно. Но только не для истинных профессионалов. На подмогу музыкантам пришли классические сюжеты, среди которых «Сирота из рода Джао» – известная китайская драма, не теряющая актуальность. Сюрпризом для местной публики стало участие в постановке зарубежных артистов. «Мы хотим воссоздать традиции классических музыкальных фестивалей, в частности, познакомить мир с китайской классикой. Надеемся, что принцип интеграции и культуры без границ будет царить в проекте много лет». В честь столетия покойного американского дирижера, композитора и педагога Леонарда Бернштейна на одной сцене выступили польский пианист Кристиан Циммерман и легендарный финский дирижер Эсса Пека Салонен. «Это идеальная вариация стандартного репертуара. На мой взгляд, это многообещающая отправная точка для музыкальной культуры, где старые классические произведения могут быть сыграны по-новому и также восприняты публикой». Для пианиста Кристиана Циммермана на выступление на вечере памяти Леонида Бернштейна не просто очередной концерт. Дело чести. «Я исполнял это произведение еще при жизни Бернштейна, вместе с ним на одной сцене. Во время одного из концертных туров маэстро спросил, «Сыграешь специально для меня эту вещь, когда мне будет 100?» Я пообещал, и вот исполнил. Пекинский музыкальный фестиваль радует не только качественным репертуаром, но и низкой ценой на билеты – всего 50 юаней, примерно 7 долларов США, и мир классической музыки и виртуозного исполнения станет доступен каждому». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. В студии был Никита Митряков. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...